В 1875 году началась освободительная борьба балканских народов против османского владычества. В дружины стали записываться тысячи добровольцев из России. Передовые самарцы тоже не остались в стороне. Группа городских гласных при поддержке купечества решила изготовить особое самарское знамя для вручения его сражающимся против турок славянам. Главным организатором стал гласный думы Петр Алабин. Эскиз знамени разработал самарский художник Николай Симаков, а в жизнь его воплотили монахини Иверского женского монастыря. Знамя – это символ, прежде всего, победы, которая вдохновляет русский народ, пробуждает чувство ответственности перед Богом, своей верой, дает силы, уверенность. Господь помогает. Память вот этого события, изготовленного знамя населенностью Иверского монастыря и дарованного полченцем, оно сыграло особую роль. Тогда была одержана победа. Мы знаем, что есть памятник, ошибки, храм и память о русском сражении с турецким игом. Помощь болгарскому народу православному сыграла важную роль. На одной стороне красно-бело-синего полотнища, в черном кресте, украшенном золотыми арабесками, равнопостольные Кирилл и Мефодий. На другой – икона Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самарии был основан женский монастырь. Сегодня нашему воинству, в том числе нашим землякам, самарцам, приходится выполнять свой воинский долг, как Владыка сказал, проявлять жертвенность в защите людей, в защите мирного населения, в защите ценностей нашей страны, нашего народа. И сегодня, как и 146 лет назад, самарское знамя, которое вручил губернатор нашим воинам еще весной прошлого года, также защищает, оберегает и настраивает наших воинов на доблесть при защите сегодня уже от нацизма. В честь знаменательной даты в Иверском монастыре отслужили молебен, после чего цветы к могиле Петра Алабина возложили Сергий, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Самарской области, глава Самары Елена Лапушкина и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Это колоссальная моральная поддержка. Ее трудно даже соизмерить, что важнее, да, так сказать, современное вооружение, обеспеченность там продовольствием, либо вот это вера, да, так сказать, за что я воюю, да, то есть кого я освобождаю и что будет, если, так сказать, вот мы не объединимся, не встанем в защиту Отечества. Сейчас вышитый монахинями Иверского монастыря знамя хранится в Болгарии, а его копия на Самарской земле. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин